В ноябре строители полностью закрыли тепловой контур проектно-конструкторского технологического бюро «Соволмаш». Эта задача была выполнена с завершением монтажа шлюза на третьем этаже здания. Два самых масштабных направления работы строителей в ноябре – это монтаж межкомнатных перегородок на всех этажах и подведение теплотрассы к зданию. Началась установка межкомнатных перегородок на первом и втором этажах производственного корпуса и на территории склада. Сейчас можно наблюдать, как там растет густой лес металлокаркасов, а на полу выстроились шеренги стройматериалов для будущих перегородок. В административно-ботовом корпусе эти работы начались раньше, поэтому монтаж перегородок на втором этаже уже завершается. Там сформированы отдельные комнаты, установлены двери, началось разведение внутренних инженерных сетей. На третьем этаже АБК ведется монтаж как металлокаркасов, так и сэндвич-панелей. Кроме того, строители выполнили укладку плитки на первом этаже здания, а на втором этаже начали готовиться к укладке финишного напольного покрытия в отдельных зонах. В зависимости от зоны это будет плитка или линолеум. Начался монтаж ливневой канализации. В здании по КТБ временное отопление поддерживает комфортную для работы строителей температуру. Благодаря этому стало возможно впервые провести передачу экспертное время с территории по КТБ. Снаружи здания, за пределами площадки Савалмаш, строители вырыли траншею для подключения к теплораспределительному пункту. Вскоре в ней будут уложены трубы теплотрассы. На участке рядом с ПКТБ строители залили бетоном плиту площадки, где будет находиться климатическое оборудование. Демонтированы арендованные шкафы электроснабжения и вместо них установлено собственное оборудование Савалмаш. Это сократит расходы на аренду. Большая часть уличного склада материалов перемещена внутрь здания. Внутри вырытого котлована выполнена подпетонка. Началась обвязка арматуры и формируется колодец для подключения внешних инженерных коммуникаций. Демонтированы плиты временной дороги. 12 ноября компания Solar Group открыла национальное представительство в Северной Македонии, 22-е по счету в мире, и провела первую для страны конференцию в Скопье. В мероприятии участвовали порядка 140 человек, самые активные инвесторы и партнеры, а также новички. Перед ними выступили топ-менеджеры Solar Group, национальный партнер в Северной Македонии Васко Поповски и другие спикеры. Среди участников конференции было много технических специалистов, которые интересовались особенностями и областями применения технологии «Славянка». В рамках конференции состоялось несколько деловых встреч делегации Solar Group с представителями местного бизнеса и государственных учреждений. Общение с бизнесменами, чиновниками, экспертами в области электрооборудования и производителями электротранспорта стало важной частью программы визита делегации Solar Group в Индию. Наша команда в составе руководителя направления рекламы и связи с общественностью Павла Филиппова, коммерческого директора Павла Шацкого, национального партнера в России Александра Манжулы и ведущего партнера в Индии Киран Джитсинха посетила саммит Электрик Мобилити. Спикеры саммита и лидеры ведущих компаний представили свои решения самых актуальных проблем отрасли. Команда Solar Group участвовала в мероприятии, чтобы проанализировать тренды и перспективы рынка на ближайшие пять лет. 19 ноября в Нью-Дели состоялась конференция Solar Group, которая стала одним из самых масштабных мероприятий в истории проекта. В ней приняли участие более 600 гостей. От первых лиц проекта они узнали последние новости, результаты развития проекта в разных странах и цифры финансирования. Увидели двигатели с совмещенными обмотками и технику на Славянке. В центре внимания также было обсуждение тренда по переходу на электротранспорт в Индии и других странах. Бизнес-встречи Solar Group прошли также в рамках конференции во Вьетнаме и Индонезии. Во Вьетнаме наша делегация встретилась с инженером компании, которая занимается продажами и обслуживанием бытовой, строительной и медицинской техники, в которой применяются электрические моторы. Инженер впервые увидел вживую двигатель с совмещенными обмотками, задавал много профессиональных вопросов и был впечатлен возможностями Славянки. В Индонезии состоялась встреча директора производственной кооперации ресурс Андрея Лобова с индонезийскими инженерами. В ней приняли участие 20 участников. Кроме инженеров, также национальный партнер Solar Group в Индонезии Лаура Гинта и ведущие партнеры. Инженеры узнали о преимуществах Славянки и примерах применения ее на транспорте и не только. Увидели электрокомплект на базе двигателя с совмещенными обмотками, обсудили возможные варианты сотрудничества и обменялись контактами. 5 ноября прошла конференция с участием топ-менеджеров Solar Group Болгарии. На мероприятие собралось более 40 гостей. Болгария – одна из самых активных стран в проекте, наряду с такими крупными государствами, как Россия, Индия, Индонезия. Компания Solar Group рассчитывает на усиление активности партнеров и инвесторов в тех странах, где прошли конференции, как это обычно происходит после крупных конференций. Торнеез конференции Solar Group с личным участием топ-менеджеров в компании в 2022 году завершилась и продолжится уже в начале 2023 года.